Здорово, народ! Сегодня 8 игр. У нас Ice Cream 2, потом Mario Kart, Temporal 2, Ladybug, потом у нас тут Голодный Дракон, Грэнни, Пять ночей с Фредди 3 и Call of Duty. В конце у нас будет Battle Royale. Ну что ж, поехали по порядку. Досмотри до конца. В конце будет спойлер на следующий ролик. Все. Чик-чик-чик. Поехали. Погрубче звук. Здесь очень крутой саундтрек, который мне очень нравится. И High Screen. Так, а здесь другая музыка, да? Или та же? Напишите в комментах, во второй части такая же музыка, как в первой или нет? Я что-то не могу понять. По-моему, такая же, да? Походу, да, такая же. Мне здесь на каком-то уровне вообще трек очень не нравится музыкальный. Я не могу понять, какой. Я бы такой и нашел, и скачал. Ну не этот, какой-то второй трек. Этот трек мне уже надоел. Он прикольный, но не тот, что нужен. Там есть какой-то второй трек у него. Это Apple, ребята. Вот такой Apple был раньше. Компьютеры были Apple. Они супер дорогие были. О, кстати, вторая часть очень плавно идет. Вот сразу говорю, по сравнению с первой. Посмотрите, как все плавно. Вау. Вау. Кстати, напишите, кто нашел способ, что надо делать с рогаткой этой. Я не могу понять, что с ней делать. Я бы сейчас стрельнул в клоуна и спас бы девочку. Но нельзя. Но нельзя. Но нельзя. Как-то она сразу на нас так посмотрела. Тут он заказывает мороженое, да, и потом на нас смотрит. Как бы мы свидетели всего этого. Он сзади такой берет ее и... И морозит. Типа, ну что, чувак-то, че? Это как бы, ну... Ну ладно. Мелочь. Вот я бы сейчас, вы знаете, вот так вот в бензобак бы... В бензобак бы попал. Вот смотрите. Пам! Хотя нет, тогда бы девочка погибла. Я забыл, что там девочка. Да, и тут можно посмотреть рекламу, чтобы еще раз с рогатки стрелить. Возможно, эта тема сделана для того, чтобы рекламу смотрели. Не знаю. Больше ничего как бы нельзя сделать, наверное, с рогаткой. Просто стрельнуть, потом патроны закончились. И посмотреть рекламу, чтобы они появились, да? Так, а где карта? Вот она, карта. Берем карту. Давай, поднимай, пока он не подошел. Закрой, 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 закрой. Фу, мы в безопасности. Ну что, куда поедем? В цирке вроде я был. О, синема. Это кино. Кинотеатр такой, знаете, на природе, на воздухе. Где машины настраивают радио на какую-то частоту. В машине ты настраиваешь. И с машины идет звук. И ты смотришь впереди фильм. Блин, вот эта катсцена навсегда. Ну, как бы каждый раз, куда бы ты ни поехал, ты видишь вот эту вставочку. И здесь какие-то призраки сидят. Мне кажется, это главный этот плохой злодей, вот этот чувак. Вот это он. Поэтому он стал плохим таким. Ну реально. Реально, это походу мороженщик. Он сейчас перестал уже быть толстым, наверное. Простите. Что-то в горло попало. Так, а что это мы приехали так? Запарковались как-то криво. Сейчас посмотрим, он жив еще. Или она жива. А что ты рот не открываешь, когда говоришь? Ты что, запись что ли какая-то? Диктофон. Блин. И что делать? Что делать? Блин, ну что за уровень? Я приехал, вышел, меня нашли. Все. Две жизни осталось. А, он меня сразу привез в другое место. Я понял. Сюда он привозит всегда, когда тебя находит. И отсюда надо снова выезжать. Хорошо. Буду иметь в виду. Так, дверь закрыта. А что вообще, как сбежать-то отсюда? Через окно? Есть идеи, ребята? Я что-то в прошлый раз не думал, что здесь как бы ты заперт. Подождите, инструменты. Ключ, 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 ключ. Emergency door. Блин, вот эта дверь, она всегда открытая. На ручку нажимаешь. Тут не нужен никакой ключ. Это бред какой-то. Здесь не нужен ключ. Ну реально, вот куда ключ вставлять? Вот это сюда, что ли? Серьезно? Ну она всегда должна... О, а он не смог зайти, да? А как он зайдет ко мне в дом? Оттуда, что ли? Подождите, он идет, походу, там. Ладно, он ушел. Блин, мне дверь закрыло в углу, прикиньте. Я застрял. Я застрял, посмотрите, ребята. Просто, просто какая игра гениальна. Я застрял, я не могу идти, смотрите. Я не придумываю. Вот, пожалуйста, пальцем кручу. Потому что дверь открылась, и она меня передвинула, так сказать. Все? Может быть, присесть, меня снова дверь стукнет, нет? Ну, короче, все, игра забаговалась. Вот вам и баг, ребята. А где еще баги вы такие найдете? Только я могу находить такие баги. Ну что, следующая игра, Mario Kart Tour. Офигенная, гениальная игра. Респект, Нинтендо. Вообще, нравится эта компания. Жалко, я, конечно, не фанат там всех этих игр, которые у них там полно. Но вот некоторые игры, типа Mario Kart, мне нравятся. Гоночки. Мне вообще гоночные игры нравятся. А здесь они классно сделаны, кайфовые. И гонки, короче, рекомендую всем поиграть. А, новое обновление, 61 мегабайт. У меня быстрый интернет, должно быть, за 5-10 секунд скачается сейчас. Тут постоянно, каждые, наверное, каждые 3 недели, наверное, примерно, меняются трассы, меняются персонажи, которые новые появляются. Там новые паки и прочее. То есть, постоянно идет обновление. Эта игра нон-стоп. Она самая скачиваемая игра 2019 года, насколько я знаю, на мобильных устройствах. И столько скачала. Но вот по деньгам, кстати, немного принесло им. Потому что в эту игру лично я ничего не донатил, потому что здесь можно все, ну, все доступно без доната. А то, что там недоступно, можно обойтись без этого. То есть, там 200, скорость картов 200, например. 200, я, ну, CC вот эти вот, я не ставлю. Мне все равно. Почему только прокрутка где-то в конце, не могу понять. Мне первая гонка нужна, вот. Небольшой бак, я так понимаю. Ну что ж, выбираем Дейзи. Машину вот такую. И что здесь? Ну, давайте вот это. Вот такой у нас выбор. Погнали. Заводи мотор. Дейзи, давай. Мне Дейзи, кстати, не нравится. Дейзи, что-то она какая-то тупенькая. Вяленькая. Дейзи вообще, ну, я не знаю вообще, с какой игры она появилась вообще впервые, в какой игре. Но Дейзи какой-то персонаж самый, наверное, непопулярный в вселенной Марио, как по мне. Не нравится она мне. Я понимаю, Питч. Питч это Питч. А вот Дейзи это, ну, вообще ни о чем. Просто ни о чем. Так, нам налево. Новая трасса, я вот не знаю ее. Сори, ребята. Пару ошибок. Может быть, она была как-то один сезон? Ну, я уже забыл. Давно это было. Ай, никуда не попал. Ну, попадешь? Давай-давай-давай-давай-давай-давай. За это очки еще дают просто. Надо попадать. За это дают очки. Больше очков, больше звезд дадут в конце. Больше звезд, больше подарков можно открыть и новых уровней. Так что все выгодно. Сердечко это ее способность. Только у Дейзи, наверное, это сердечко. И еще у кого-нибудь, наверное. Это если по тебе попадут, что-то взрыв какой-то. На тебе не сработает это, я так понимаю. Это полная защита от всего прям. Один раз. И оно, кстати, работает бесконечно, возможно. Видите, оно не исчезло. А вот, исчезло. Довольно-таки долго работало. Меня чемпер съел или это меня подстрелили? Не могу понять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У Марио, короче, сзади бомба была. И я прям до него дотронулся. Бомба взорвалась. Но его, кстати, не взорвало. Она его не взорвала. Меня только. Так вот сделано. Хотя, по-моему, в Марио Карт, который в Марио Карт 7, 8, там, по-моему, и тебя взорвет. Но я не уверен. Я четвертый, пятый. Плохо проехал. Плохо, плохо. Согласен, ребята. Плохо проехал. Мог лучше. Ну, я что-то вот не собрался. Какой-то старт был плохой. Плюс карта какая-то. Я не туда поворачивал вначале. Новая трасса эта. Ну, я реально, по-моему, на ней ни разу не ездил. Ну, 4 звезды дали. Неплохо. Неплохо. Можно что-то пооткрывать будет. Подарок там какой-то. Но нам надо побольше. Ведь 6 звезд, чтобы подарок открыть надо еще. Еще одну звезду дали за какое-то выполнение квеста, задания. Ну, что ж, это у нас Марио Карт. Пойдем дальше. Значит, у нас дальше Temple Run. Я выключаю интернет, чтобы никакая реклама мне не помешала. И я беру в руки iPad, потому что здесь надо поворачивать налево-направо, его вращать так. Ну, здесь, кстати, с телефона классно играть, потому что телефон маленький, легкий. А вот у меня iPad, ну, это самый, наверное, тяжелый iPad из всех, что есть на рынке сейчас. Новый iPad они, по-моему, легче сделали. А у меня самый первый iPad Pro. Наверное, тяжелее не бывает. Ну, не может быть тяжелее. Я думаю, что старый, даже первый iPad, который появился, когда вот в 2007-2008 году, не помню, когда. А, в 2010 году он появился, первый iPad. В 2010 году. Вот когда он появился тогда. Сейчас просто десятилетие, по-моему, iPad первого было, поэтому я вспомнил. По-моему, 10 лет назад это было. А может быть, и я не прав. Нет, по-моему, 10 лет назад, да. Тогда еще, по-моему, iPhone 4s выходил. По-моему, да. 4s выходил. Не-не-не, какой 4s? По-моему, 4 выходил. Хотя я уже все сам забыл, ладно. Я, ну, бас, не буду говорить. Короче, не считайте, что я что-то сказал вообще. Я что-то все перебудил. Потому что я помню, что я покупал iPhone 5s в 2014 году. То есть он в 2013 вышел. Значит, в 2015 в 2012. А 4s в 2011. А в 2010 четвертый iPhone, значит, вышел. Как-то так, наверное. Хотя, может быть, я не прав. Ну, ладно. А они, по-моему, выходили еще летом в то время iPhone. Сейчас они, типа, осенью выходят. А там сентябрь, октябрь, ноябрь. А раньше они летом выходили, по-моему, в июле, в июне где-то. В июне презентация, в июле можно купить было. Или там в июне уже в конце. Как-то так было. Ладно, что я про какую-то ерунду рассказываю? Я даже не понял, с чего я. А, с веса iPad я начал это рассказывать. Не знаю, зачем. Я вот в лаву уже упал. Или куда там я потерял одно... Потерял один кристалл я из-за этого. Ну что, беги, 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 беги. Я даже... А, это Guy Dangerous. Dangerous, по-моему, зовут этого персонажа, который у меня самый стандартный. Ладно, упал. Вот, в лаву вот так упал. У нас там полно игр еще, на которые я много времени потрачу. Ну, это так. Это так просто. Напомнить, что такие игры есть. Еще можете играть в них. А, вот последний раннер. Это у нас Ladybug. Я не знаю. Но это самый худший раннер. Ну, может быть, хуже там бывают, конечно. Но она очень как-то тормознутая игра. Она как-то рывками идет. Я вот не люблю. Это новое обновление, походу. Что-то новое добавили. Но я не в курсе. Я не играю в это. Ну что, второй уровень. Погнали. У меня других персонажей нет. Поэтому выбираем, что дают. Та-та-ле-типа. Но она довольно сложная, на самом деле. Из-за того, что она вот так еще, ну, задержка какая-то здесь. Когда нажимаешь, она не сразу поворачивает. Она думает и потом. И поэтому из-за этого сложно. Может быть, у меня просто iPad старый. Из-за этого она тормозит. И на, типа, на новых устройствах самых, прям новых такого нет. Но не знаю. Я не проверял, в общем. О, подарочек на Новый год. Всего четыре можно собрать, да? Еще, наверное, время надо или кристаллы, чтобы открыть их. Типа донат или рекламу смотреть надо будет. Ну, как обычно. Как обычно. Чтобы денежек как-то заработать с такой игры. Никому не нужный. Надо что-то придумывать с донатом. Ну, это, кстати, новая локация. Первый раз в этой локации. Это новогодняя какая-то или что, не знаю. Наверное, в мультфильме какой-то эпизод, серия есть, да? Про вот это место. Я не знаю, где мы даже бежим. Что это за место? Поместье какое-то. Какие-то диваны. Не знаю, что это. Дверь открывается в последний момент. Непонятно, левая или правая откроется. Но, как правило, правая, по-моему, всегда открывается. Так смотрю, смотрите. Левая или правая? Правая, правая. Сейчас чаще, по-моему, я не знаю, может быть, даже левая ни разу не открывалась. Всегда справа. Давайте мы смотрим здесь. Здесь слева. Ладно, беру свои обратные слова. Все-таки слева открывается. Окей. В последний момент чуть не врезался. Надо по центру сюда бежать. Это понятно. И туда, и туда можно успеть. Вот так вот бежишь. Оп. Направо. Блин, я что-то проиграть не могу. Мне надо какие-то звезды собирать или что? А, перепрыгивать через диваны мне надо. Ё-моё. Прикиньте, а я думаю, что я не могу пройти? Тут надо через диваны прыгать. Вот, через вот это все. А я это оббегал всегда, прикиньте. Вот, я прошел. Можно было его же сто раз назад, сто лет назад пройти. Ну ладно. Я теперь знаю. Я теперь знаю, что надо делать. Мне дали три звезды. Я хочу подарочек открыть. Так, что надо делать? Анлок. Тридцать минут или шесть бабочек. Ну, ждем. Потому что бабочки понадобятся, если еще раз поиграем, для того, чтобы, если ты умер, еще раз попробовать побежать. Вторая попытка будет. Так, ну что, голодный дракон у нас дальше. Да-да, я правильно все сказал. Да, голодный дракон. Надо поближе только поставить, чтобы вам видно было. Чуть пониже камеру. Камеру у меня... Я с телефона снимаю. Кому интересно, это iPhone XS Max. А штатив это... Штатив, как его называют? Это DJI, по-моему. DJI для телефонов такой, вторая версия. Сейчас уже третья вышла. Не помню название. Кто знает, тот поймет, о чем я говорю. Так, ну что, здесь тоже новогодний, китайский новогодний обновление. Кстати, обычный новогодний у многих игр нету, и сразу китайское делают обновление. Чтобы два раза не делать. Вот такие дела. Они, кстати, по-моему, не сильно празднуют, из-за того, что вот это у них вирус этот сейчас в Китае. Я не знаю, когда вы будете смотреть ролик, может быть, уже вирусы победили, но они вроде как даже и особо не отмечали этот новогодний праздник из-за вот этой всей ерунды. То, что там что-то откуда-то с мяса, по-моему, паразиты эти пошли вирусные. Непонятно вообще, что там произошло, и почему это в Китае. Видимо, потому что они что-то там экспериментируют, возможно, с чем-то. Знаете, там, скрещивание чего-нибудь, я не знаю, какая-нибудь обработка мяса специфическая. Из-за этого какие-то паразиты появляются, вирусы постоянно, там что-то у них не то. Ну, надеюсь, справятся они с этим. Потому что не все ж умирают от этого. У кого слабый иммунитет, умирают. То есть, если у вас все нормально со здоровьем, если вы витамины там пьете, лимоны кушаете, фрукты всякие, фрукты, овощи, а не только чипсы и пепси, то у вас все нормально будет со здоровьем, да. А вот если вы, конечно, только этим и питаетесь, деширак какой-нибудь, шаурма, бургеры какие-нибудь, неважно, макдональдс или нет, все это плохо, это все плохо. Плохая еда, ребята. Вот вам сейчас хорошо, как бы у вас ничего не болит, но если будете такое есть, вам будет лет 20, 25, 30, вам уже будет не очень хорошо. И будете вспоминать, что вы в свое время, когда были мелкими, ели всякую ерунду, и от этого все зависит, как бы все ваше будущее здоровье, на самом деле. Все зависит, вот, например, до 16 лет, как вы питаетесь. Дальше уже меньше зависит, потому что это основа для вашего роста. То есть, до 18 лет у вас идет рост, например, всего, всех органов и прочего, мышц. И от этого все зависит, как вы дальше будете жить, как вы будете выглядеть, как вы будете себя чувствовать, как долго вы проживете, какое у вас будет настроение, я не знаю, прям все зависит. Все от этого зависит. Секретное место нашел, между прочим, видите, написано. Секретное место. Сундучок нашел. Ну, я его находил раньше, я же проходил эту игру. Ну, не проходил, а в плане много играл, летсплеев делал, даже стримы были по этой игре в свое время. А сейчас стримов нету. Что-то нет желания особо что-то стримить. Пропало пока желание. Если появится, я постримлю обязательно. Ну, пока что-то вот как-то так. Как-то так, ребята. Желание пропало. Ну, давай, давай, лети против. Ай, против нельзя лететь. Ничего не получается. А сколько у нас игр там? Сейчас, секунду, я посмотрю. А, еще три игры. Блин, надо заканчивать, на самом деле. Я почему проверяю? Потому что у нас Call of Duty очень долгая игра в конце. Поэтому я обещаю, чтобы ролики не слишком долгие были. Поэтому я, наверное, все. Я Грэнни быстро покажу сейчас. Грэнни, потом обед на Чиз Фредди. Какую-нибудь прикольную стратегию придумаем. Какую-нибудь, типа, я тоже сожму две кнопки. И попробую держать их, пока ко мне кто-нибудь не придет. Так, что с Грэнни придумать сейчас? Давайте подумаем. Так, Грэнни, Грэнни, Грэнни. Что здесь можно придумать? Давайте просто верхние все комнаты посмотрим. Прям все шуфлядки откроем. Просто все проверим. Чтобы ни одна вещь не пропала. Ну, я не упустил ничего. Просто, может быть, я всегда вот играю. Где-то всегда что-то лежит. И я всегда четко не проверяю это. Даже на этой комнате все проверим. Смотрите. Подойдем сюда. Откроем. Тут, кстати, очень плохо видно. То есть, надпись видна. А вообще, если бы что-то... А, здесь еще прикол, видите? Я застрял. То есть, мне надо шуфлядку закрыть, чтобы я... Кстати, может быть, этот прикол работает, что Грэнни к тебе не подойдет. То есть, стойте вот так, открывайте, Грэнни к вам не подойдет, потому что здесь шуфлядка вас блокирует. Возможно, такое и есть. Можно проверить, кстати. Давайте проверим. Это легко проверяется, за одно время сэкономим. Потому что я не придумал, что еще показывать. Все вещи только. Смотрите, вазу разобьем вот здесь. Ну, давай. А, дроп надо нажать. Так, она идет вверх. Все. Смотрите, что мы дальше делаем. Подходим сюда и открываем эту. Все. Видите, мы не можем идти. Смотрим, она до нас дойдет или нет. Нет, доходит. Это не работает. Только это на нас работает. Я думал, она тоже как бы застрянет и не сможет до нас дойти. Но это так не работает. Но я зато это знаю теперь. Видите, нашел какой-то интересный опыт провел, можно сказать. Так, третья ночь. Здесь вообще жестко все будет. Третья ночь – это вам не сказки детские. Это опасно, опасно. Так, что тут у нас? Что у нас пределы? Что можно делать, я вот думаю? Может, дверь открывать, закрывать постоянно какой-нибудь? И никто не пройдет. Знаете, так все нажимать одновременно так. Так, не знаю, сейчас думаю. Тринадцатая камера, двенадцатая. Я вот думаю просто, что придумать здесь в этой игре? Play Audio. Хорошо, есть прикол. Прикол, смотрите, в чем. Мы нажимаем reboot all и все время возьмем его просто бесконечно. И пока она все работает, типа, может, нас никто не может даже найти. Давайте пробовать. Как вам такое? Нормально или нет такая проверка? Или слишком глупо? Глупо. Что-то придумать другое надо. Какой-нибудь другой челлендж. Посмотрите, я нажал один раз, она до сих пор еще. Да очень долго надо ждать. Наверное, полминуты. Я сейчас, кстати, секунд посчитаю, сколько ждать надо. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Наверное, пятнадцать. Одиннадцать. Нет, десять. Хорошо. А когда я нажимал, почему дольше было? Может, вот так вот тапать? Так, пять, шесть, наверное, семь, восемь, девять, десять. Нет, так реально дольше, когда тапаешь. То ли она всегда включается снова, я не могу понять. А, вот сейчас включилась. Но она секунд пятнадцать, наверное, была на этот раз. Типа второй раз быстрее, что ли, заканчивается. Там вот кто-то за нами будет сейчас стопудово. Но я не могу закончить это делать, потому что у меня челлендж сейчас. Если я закончу, у меня, наверное, сразу поймает. Я видел вот на заднем плане, там кто-то ходил. Я вам не говорил, я вот просто думаю, что вы заметили, мне все в комментах напишется, что я проворонил этот момент. Но я его видел, сразу говорю, я видел. Блин, ну давайте сразу. А, экзот нельзя, серьезно? Экзот нельзя нажать? Я думал, можно экзот отменить, знаете, так, в любой момент. Нет, нажал и все, жди. Нет вариантов. Ну, и у меня сейчас, наверное, скример сразу. Скример убьет. Нет, где скример? Нет скримера. Ну ладно, на Call of Duty играть, потому что я хотел полный Баталриэль показать вам. Погнали. Сейчас, правда, она, наверное, опять обновляться будет. Ну не так, как в Fortnite 20 минут, наверное, ну пару минут всего. Здесь с обновлением не все так плохо. Давай-давай, загружайся, загружайся, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Это они что, так воюют, да? Чувак вообще просто чисто смотрит, без маски, без, эти вообще без маски, без шлема, эти такие, типа, защищенные, да? А что-то не стреляют. Ну, короче, это картинка мне не нравится, очень заставка эта. Нужно было что-то поинтереснее придумать. Реально поинтереснее. А, я здесь буду с эти, с напарниками. Я помню, играл, было прикольно. Было прикольно, и мы почти выиграли. В топ-5 попали. Мы и выигрывали один раз, но один раз в топ-5 мы попали, я точно помню. Это видео, которое заканчивается, когда оно видит, что я с Фейсбуком присоединил свой аккаунт к Фейсбуку, и все нормально. Дальше загрузка идет. Сейчас меню мы нажмем на крестик 500 раз, чтобы все скины пропустить, которые новые появились. И после этого можно играть. Смотрите, раз, два, три, здесь, блин, я не то нажал, да? Здесь какие-то награды, мне все равно на скине, если честно, я просто играю в эту игру. Так, Battle Royale, так, Squad, все, погнали, чтобы побыстрее найти игру эту. Мне интересно, батарейки хватит? Сейчас, по-моему, батарейка вот здесь будет. То есть не надо выходить с iPad, чтобы увидеть, сколько батареи осталось. Прямо в игре всегда будет показывать. Так и в PUBG показывает. Или нет? Не показывают батарею, серьезно. Ну, это глупо как-то. Или есть где-то, я что-то не вижу. Не, нету. Ну-ка. Сколько у меня батареи? 28%. Вот запомните, я начинаю от 28%. Сколько у меня будет процентов, когда я умру или там выиграю, неважно, просто в конце. Надо будет посмотреть мне. Ты куда, чувак? Нет, нет. Что-то игра тормозит или что? Я нажал давно на это. Только сейчас доходит до него. Так, куда будем прыгать? Давай посмотрим. Давай на ланчбейс запрыгнем. Или на ферму. Давай вот на ферму, наверное, прыгнем. Я хочу на ферму, короче. Я прыгаю на ферму. Со мной играет Сыбрус, Супергеймер и Алексей. Я лидер, кстати. Прикиньте, я лидер. И я, значит, могу прямо туда прыгать, куда я показываю. Отлично. Мы сейчас вместе полетим. Если они ничего не нажимают, они летят. Ну, ничего не надо делать. Просто летят, как я показываю. Вон моя, кстати, точка впереди, походу. Вон она, видите? Прямо отсюда видно. Так, ждем. Мы, кстати, туда летим. Они могут прыгнуть все равно сейчас, я уверен. Или они не прыгнут, надеюсь. Не, один прыгнул. Ну, пусть прыгает. Мне все равно. Я на ферму хочу вон туда. А, не, это не то, что я подумал. Это не то место. Ну, все летят туда. Правильно? Я же на эту ферму падаю. Ну, я немножко не туда прыгаю, наверное. Хотя нет, метка именно здесь стоит, так что все нормально. Я правильно поставил. Так, ну что, давайте собирать. Аптечка здесь, это ерунда. Мне нужно оружие быстренько, пока меня не прибили. Как, как прибегать? Ага, вот так. Ладно, я не буду бегать, мне неудобно. Не знаю почему, как-то. Бегать неудобно. Какая-то ерунда. У меня есть пистолет. С пистолета, я думаю, очень сложно убивать. Так, уже что-то получше. Еще получше, наверное. Мне нужно арму защиту найти, потому что без защиты ты умираешь очень быстро здесь. Сам помню, как убивал всех, кто без защиты, буквально пару патронов там нормально попасть и все. Так, нашел я рюкзак, но рюкзак это не то. У меня все равно еще и место полно. Так, что у нас тут? Где вообще лут? Возле трактора есть что-нибудь тут? Будем искать. По-моему, все наши живы. Мы нормально прыгнули, здесь никого нету, скорее всего. Больше, кроме нас. Но я не видел пока что. Но появится. Мотоцикл какой-то, кстати, раньше не было вроде мотоциклов. Я не знаю, может быть, на нем нельзя ездить просто, но мотоциклов я не видел. Добавили. О, броня, но нужно шлем еще найти. Или в этой игре не надо шлем находить, я не помню. Это же Call of Duty. Здесь может быть броня и шлем сразу. И он один был без команды, кстати. Он сразу умер. То ли его команду просто грохнули, все уже. Откуда он здесь появился? Как будто бот какой-то был, серьезно. Очень странно смотрелось. Но я говорил, ботов нету, здесь реально я ботов не видел. Но этот чел очень странно выглядел. Очень странно. Так, а как перезарядка? Ага, вот это, да? Я возьму вот эту пушку. Она выглядит покруче. Тут и прицел какой-то. Мне такой поприятнее прицел. Хотя он слабее, наверное. Так, я этот дом еще не проверил. Так, мы посмотрим. Ого, мы не в зоне, да? Я понял. Мы не в зоне. Но мы пойдем скоро в зону. Так. Кто-то бежит. Меня так скоро убьют. Надо аптечку взять, заюзать. Я его не трогаю, потому что у меня здоровья нет ничего. Если у меня нанесет урон, я у наших ребят жду. У меня 100 здоровья, это нормально. Но, блин. Надо 150, чтобы было. Я просто некомфортно себя чувствую. Но сейчас с напарниками нормально будет. Если тебя убили, там можно арестить. Это не так плохо. Главное одному не находиться. Кто там сзади? Я никого не вижу, куда он стрелял. Я его прикрою, если что. О, это защита, по-моему. Да, второй левел. Не зря зашел. Ладно, нам надо и ехать, как бы, или идти. 400 метров в ту сторону. Но я бы нашел все-таки адреналин. Потому что 150 здоровья, это не 100. Это огромная разница. И еще третий уровень. У нас транспорт. Ладно, пойдем на транспорт. Можно стрелять зато. Так, ну что. Ищем врагов. Я думаю, кто-то будет здесь. А меня тоже, наверное, легко убить здесь. Когда я вот так вот сижу. Защиты тут особо нету. Блин, куда ты едешь, чувак? Что ты тут забыл? А, он следующего берет. Я смотрю врагов. А, он побежал. Все, поедем сейчас. Давай, чувак, едь, пожалуйста. Уже зона закрывается. Блин, ну какой он кривой? Ну что такое? По дороге едь, куда ты едешь? Ужас, как он водит? Как он водит? Куда ты едешь, чувак? Ну, е-мое, ты каждое дерево взрываешь? Я так пешком пойду сейчас. Вообще неинтересно. Я пешком просто быстрее бы сбежал. О, начал ехать нормально. Ну, как нормально? Он влево-вправо. У него как будто гирос... Это враг? Не, показалось. Возле дерева, думаю, стоит враг. Показалось. Сколько врагов еще осталось, кстати? Где тут посмотреть? 40... 47 еще осталось. Вот. 47. Ну, много еще, много. О, кто-то еще едет, подождите. А, вертолет это. Вертолет или что за звук? Ну, я могу пострелять, но у меня вроде... Не, патронов много, можно стрелять. Ладно. Мне надоело. Ну, что, это один, что ли, был? Еще один прибежал сюда. Ну, я успею, там, какой-то чувак бежит на меня. Нет. Что это за фигня? Что это за фигня? Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, где-то еще был на горе один... У меня защита... У меня защиты вообще нет, что ли, я так понимаю? У меня полностью сломали защиту? Или я просто не вижу где-то? Где-то же было нарисовано раньше, а сейчас типа нету... Это типа ловушка какая-то, да? А что это вот такое подсвечено? Кто-то что-то выбрасывал? Ну что, ждем наших напарников, два летят Их сейчас резнут В скором времени Ну, надо перебежать, наверное А, уже кто-то летит вон, на карте видно Ага, все в одном месте у нас там, пойду к ним Вот он здесь Падает Значит, 24 человека осталось Еще 20 врагов Вот там, в горах Кто-то Надо мне подойти туда Блин, ну что такое? Бегать неудобно просто Давайте сюда, на эту штуку И я наверх подымусь Блин, тут со всех сторон могут быть враги Я никого не вижу вообще Ничего не понимаю, где кто Это он их всех убил? Ну ладно, мы проиграли, скорее всего У нас остался один чел, но он Навряд ли нам поможет Он не в зоне вообще, где-то далеко Но мы можем посмотреть, как он играет У меня, по-моему, защиты не было, как я понял Реально, без защиты меня мгновенно убивают Никакой защиты Ну, этот чел чисто один Сам без себя играет Давай понажимаем У него сразу сообщение, что я, типа Прошу о помощи Да, мне ему все равно, на самом деле Ну, все равно, реально Он просто ходит, смотрит Он с шотгоном вообще Может быть, он на компе, кстати, играет На бустекс, например Может быть, он всех и вынесет на самом деле Давайте посмотрим Естественно, у него сообщение-то появляется Что, типа, помоги, помоги, помоги Я помню, один чувак так жал долго Возможно, появляется Но он стойкий чувак На него это не влияет Ему все равно Что-то в команде мы сейчас играем А его, по-моему, ревайвали Или нет? По-моему, он умирал один раз уже Так, будет стоять шотгоном Кто-то идет где-то Ты хоть сам не двигайся Ага, использует свою способность Крутую И ждет врага Хорошая, кстати, способность, как помню Реально Побежали челики Фейковые, ненастоящие И ты можешь примерно сразу увидеть Есть вокруг тебя кто-то или нет По ним должны стрелять сразу, типа Ладно, интересно смотреть За непонятно кем Который не помогал нам чувак этот Он сразу куда-то убежал и все Я двоих арестнул чуваков Они вот туда арестнулись И я к ним прибежал И у нас просто их увидел Я не видел вообще ничего Где они там, враги были Но не повезло Там другая команда была Бывает Ну все, до новых встреч Спасибо, что смотрели Надеюсь, вам понравилось Ну а в следующем ролике У нас вот такие вот игры Pixel Strike Pixel Gun Дальше Angry Birds Epic Township Прикольная игра Township Я уже про нее рассказывал Kingdom Rush Vengeance Немножко поиграем Дальше Bendy Чернильная машина FNAF 4 И в конце уже был слот пустой Я добавил Tempo Run Просто так Все, до новых встреч Надеюсь, вам все нравится Все, пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok